Давайте так будем, я сейчас вам расскажу, что происходит, какие манипуляции идут в наших соцсетях, чтобы вы понимали, что, где, какой закрытый клуб, как оно будет. И после этого мы, наверное, откроем вот эту тему, я как раз поясню, что это за тема, расскажу, и вы уже потом можете позадавать вопросы. На сегодняшний день у нас получается, что некоторые соцсети у нас убирают, и мы начинаем трансляцию с тех соцсетей, которые есть, которые доступны и которые готовы на данный момент быть с нами. Это телеграм-канал, и очень будут многие довольны, потому что здесь нет ни единого фильтра, то есть такой, какой ты есть на данный момент, ты будешь полностью отражаться. То есть какой есть свет, какие падают тени, куда они падают, это уже зависит, наверное, не столько от человека, я вам скажу по-своему, сколько от выставленного света. Свет выставлять я не умею, поэтому будете смотреть на меня такой, какой есть на этом свету. Но я, наверное, буду говорить, что меня нужно, наверное, воспринимать по моим больше высказываниям, чем по моей внешности, потому что я не веду курсы выглядеть на 30 в наши 280 и так далее. Поэтому нормально всё. Что касаемо закрытых клубов, я уже, наверное, не раз говорила, что некоторую информацию я не могу дать в открытых эфирах. И некоторую информацию, которую я могу приоткрыть, я буду её приоткрывать в закрытом клубе. Закрытый клуб мы точно так же сделали в Телеграм-канале. Он называется точно так же, как в Инстаграме, Live Room. И чтобы туда вступить, там будет абонентская оплата точно такая же, как в Телеграме, в Инстаграме. Абонентская оплата раз в месяц она будет, и за месяц вы уже поймёте, насколько вам интересно быть в этой группе. Насколько вам она не подходит. Вход не единоразовый, а раз в месяц будет оплата. Потому что почему раз в месяц? Потому что там всегда информация новая, и я могу сказать по себе, что у меня нет одной той же информации. То есть если я сегодня вижу и слышу вот это, я вам это и выкладываю, я вам это и говорю. Если я вижу на следующий день, на следующий, в другой период времени что-то другое, я вам буду выкладывать. Но я абсолютно точно уверена, что для меня, лично для меня, для меня очень важно выложить вам эту информацию, чтобы наполниться новой. Но это будет не экологично, если я это буду выкладывать в прямых эфирах, потому что вся информация, которая есть во мне, она не каждому подходит на данном этапе его восприятия. Поэтому есть еще у нас онлайн-марафоны. Онлайн-марафоны – это более глубокие проработки самого себя. Она практически индивидуальная, потому что мы там разбираем очень глубокие вещи, которые не каждый может рассказать даже в том же закрытом клубе, потому что в закрытом клубе нас тоже достаточно много и прибавляется с каждым разом. И если вы хотите узнать самые такие нелепые истории, которые могут происходить и с вами в том числе, и почувствовать их, это на живых марафонах и на живых ретритах, который будет, один из ретритов, который будет в Сочи в Лоу 31 марта по 5 апреля. Поэтому присоединяйтесь, это зависит, присоединяйтесь. Я вам не говорю, присоединяйтесь, кто готов на какую сумму, потому что это абсолютно нелепо, и мы сейчас с вами об этом поговорим. Я вам говорю, присоединяйтесь, кто на сколько готов. Вот если вы чувствуете, что вы готовы на это, вы присоединяйтесь вот именно к этому формату общения нас с вами. Если вы готовы, что вы готовы идти дальше, глубже, либо вам это не надо, либо вы чувствуете, что вы можете это всё самостоятельно делать, пожалуйста, я никого не заставляю, никому не навязываю, не рассказываю, какие у меня там волшебные марафоны. Я просто даю свой опыт, который есть во мне. И единственное, что я могу на сегодняшний день выложить, это опыт, не опыт, а эмоции ребят, которые были на марафонах. И как раз... Привет, Светлана, мне плевать на тени, я слушаю, не по восприятиям. Привет, Наташа, очень приятно. Смотрите, очень важно... С последней... С последнего марафона я выложила последнее видео, и когда мне скидывала Света это видео, я на него смотрела, и я просто радовалась. Я вот пока его прослушивала, у меня улыбка вообще не сходила. И мне так показалось, что это настолько клёво, это настолько клёво вот этот выложить, чтобы люди посмотрели, какие эмоции сохранятся у людей. Что увидела я? Я увидела, что через практически две недели после того, как прошёл марафон, человек записал свой видеоотзыв с теми эмоциями, которые в нём до сих пор теплятся, с теми эмоциями, которые настолько закрепились в нём после марафона, что для меня это показалось одним из важнейших факторов, которые есть вообще для нас самих. Но я увидела очень много отзывов других, то есть начали говорить, что а где информация, а что она там увидела, а что как. Ребят, мы каждый можем рассказать о себе любые небылицы. Былицы или небылицы? Это уже как кто как захочет, да? И когда мы начинаем рассказывать о себе что-либо, мы, как правило, начинаем себя интерпретировать с какой-то желательно эксклюзивной информацией, чтобы зацепить вот этими вот словами. Но вспомните самого себя, вспомните, когда что девочки, что мальчики, вообще абсолютно не важно. Давайте вот самую банальную ситуацию. Когда вам нравится какой-то человек, то есть вы в своей голове можете прорисовать, неважно, мальчик это или девочка, вы в своей голове прорисовываете. Вот он или она должны быть вот такими-то, вот такими-то, такие-то волосы, такой цвет кожи, такие-то глаза, такие-то губы, зубы, фигура, ноги, ногти. И всё в себе прорисовываете. И в этот образ влюбляетесь и несёте его с гордостью, что вот у меня вот будет такой или такая. Но попадается такой человек, который вообще не в вашем формате. Я не знаю, какой-нибудь маленький, скрюченный, худенький, толстенькая, лысенький, беззубенькая, там ещё что-то. И вы понимаете, как вы начинаете вибрировать в поле этого человека. И когда вы начинаете друг с другом общаться, вы хотите этого человека максимально большому количеству показать. Вас играет одна грань, как бы неудобно, как бы стыдно. В моём обществе не примут такой типаж внешности. А с другой стороны, даже если вы выходите там в своё привычное общество, потом вы бежите к этому человеку вверху и просто в нём вот так плавите. Почему так происходит? Почему вы на эмоциональном уровне становитесь данным человеком намного сильнее, намного чище, намного открытия и становитесь чувствуете себя всемогущим? Вам хорошо. Вы растворяетесь в вибрациях друг друга. И это же происходит, когда мы чувствуем вибрации. То есть когда мы говорим, кто-то говорит какую-то информацию. Вот есть такие люди, которые просто начинают говорить какую-то информацию, ты понимаешь, что она клёвая. Это я по себе могу сказать. Что она нужная, что она вот прямо наполнена смыслом. И вот я могу один и тот же ролик слушать его один, два, десять раз. И я понимаю, что я из этого ролика ну ничего не могу воспринять. Ну просто вот от слова совсем. И я думаю, ну блин, ну это же нужная информация, ну мне же она пригодится. И потом, как только я успокоилась, я говорю, ну значит, мне она не нужна. И мне стало так легко. И я понимаю, что сейчас я понимаю, что если мне не заходит этот ролик, значит, он не мой. И точно так же всё остальное, когда мы начинаем себя заставлять, потому что это нужная информация, потому что вот она клёвая, потому что я могу потом ей поделиться, применить на себе, показать кому-то там ещё что-то. она усваивается либо как через глухие телефончики, непонятно каким путём, каким боком, каким вообще, какой стороной, либо она вообще не усваивается. Это безэмоциональная информация, которая находится вибрационно, не на нашем уровне. Но как только мы видим человека, который может говорить всякую ахинею, но он говорит её так, когда мы слушаем, мы просто на одном дыхании. Вот мы видим, что вот какая-то просто вот ерунда. Вот он говорит просто ерунду. Но нас это настолько возбуждает, вот это вот, и мы начинаем не его информацию интерпретировать в себя, а те вибрационные волны, которые он нам передаёт, начинаем их интерпретировать через свою вибрацию. И те залежни, которые в нас просто огнём должны говорить, они выходят наружу. И мы себя чувствуем, вау, нам приходят какие-то осознания, нам приходят какие-то инсайты, нам приходит просто элементарное хорошее настроение. И мы начинаем просто себя чувствовать, ну, клёво, здорово. Начинаем просто себя чувствовать здорово. И это не потому, что мы что-то правильное, что-то нужное, что-то очень... полезно услышать. Просто потому, что наши вибрации сыграли в унисон, и та информация, которая есть уже у нас, она выписана снаружи, во благо нам, во благо тому, что происходит вокруг нас. И когда я выкладывала ролики, я чётко понимала, когда выкладывала ролик Светланы, я чётко понимала, что те, кто идут в вибрациях с самим собой, не ища ту информацию, которая... А для чего она полезна? А полезна ли будет нам? А нужно ли это будет для кого-то ещё? А чисто потому, чтобы принять вот ту вибрацию, ту волну, которую передала Светлана, посмотрите, у неё же даже глаза горят. Она вот рассказывает, да, она рассказывает, ну, было клёво, а что было-то? Да что было, дофига вы узнают, но было клёво. Я просто изменила. Она просто стала другим человеком. Она же не сказала, она может быть, это действительно не сделает, что у неё нет чёткого плана, ей никто не расписал по дням, что ей нужно делать для достижения вот этого, вот этого и вот этого. У неё просто вибрационный фон поднялся до того уровня, на который она способна на данный момент. И от этого, то, что у неё нет сейчас вот этой закупорки, она начинает просто гореть. Гореть тем, что она есть. И вот это вот её внутреннее огнище, она просто растворяет все вот эти вот предыдущие рамки и барьеры, которые были на достижении чего-либо, просто потому, что она повысила свою личную вибрацию, которая уже заложена была в ней. Вот к чему эти ролики, вот к чему вот эти вот Ichيza Корректор А. ...положила в себя не совсем то, что бы ей хотелось. И с информацией то же самое. Когда мы вкладываем информацию, которая заложена не в нас, когда мы хотим перебрать ту информацию, которую нам транслирует другой человек, мы его информацию начинаем точно так же переваривать, начинаем тратить на это свои жизненные стили. Начинаем тратить на это всё, что заложено в нас. И выдаётся нам вот в такой информации, в сухом остатке, вот столько вот, и мы измучены и начинаем выплёвывать вот эту полезную информацию всем остальным, чтобы они тоже порадовались, что у вас есть. И мы думаем, почему вы до нее не радуетесь? У меня столько полезной информации. Информация без души не может быть, информация через сердце, через душу. Если вы её даёте, то другой человек вас, вас, информации, вся информация, которая есть в вас, она есть в каждом из нас. Сможет другой человек своими вибрациями поймать вашу вибрацию, вытащить её наружу или нет? Вот это уже другой вопрос. А когда мы говорим о том, чтобы взять другую информацию от кого-либо, это мы просто начинаем себя переламывать, интерпретируя её под свой мир, которым она изначально не заложена. А другой человек, вот эту полезную информацию, которую пытается нам дать, это либо не из нашего поля, либо та информация, которая по большому счёту нам не нужна, либо она бездушная, перешла к нему, которая тоже через сухой остаток, вот её с большим трудом уже выплёвывает вам без эмоциональной привязки, без того, что он уже есть. Уставшую информацию передаёт вам. И вы из этой уставшей информации ещё её сужаете, чтобы передать другому. Если вы передаёте на уровне информации, которая идёт из вас, и другой человек, если её готов принять, потому что если другой не готов принять, вы можете вагон информацию ему передать, он будет, если не готов он принять, у него появится миллион отмазок. Я сейчас не могу, мне сейчас никогда ни с теми людьми, ни по тому адресу, ни в том мессенджере, ни в той кофточке, ни с теми людьми, ни тем голосом, и миллион всего. Вы ему никогда не сможете передать, если он себе поставил эту рамку. Если человек хочет взять информацию, если он чувствует, что он готов к этой информации и готов принять её вибрационно, пропустив через себя, он будет брать её с огромным удовольствием, и потом её выдавать. Она аккумулируется за счёт его энергии, и он будет просто... И его информацию будет подхватывать и дальше, и дальше, и дальше. Это я... Как обычно, всё, 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 как меня понесло, так и понесло. Сейчас зачитаем вопрос, и потом перейдём к нашей основной теме. Я иду к инфе, и ощущение, слушаю, как откликается, и потом понимаю, что ранее был у меня запрос. Да, Наташа, это абсолютно точно. У нас всегда есть наши запросы. У нас просто есть такая особенность, и у меня в том числе, конечно же. Мы делаем запрос под что-то, нам приходит человек, либо информация под этот запрос. Но мы внутренне понимаем, что мы изменимся после этой информации, приходящей в нас, что мы изменимся полностью, изменится весь наш мир восприятия, который есть на данный момент в нас, то мы начинаем от этой информации... ...от этого человека отдаляться, потому что мы внутренне не готовы поменяться. Мы как бы хотим, но немножечко не то. И когда мы начинаем... Отделяем всё же абсолютно все по-разному. Некоторые просто говорят, не-не-не-не, закрывают видео и ходят. Некоторые говорят, нет-нет-нет, подождите. Вот я был у вас на канале, вы сказали вот это, пожалуйста, мне расскажите. Некоторые начинают... ...вплоть до того, что мне начинают писать, что так, давайте я к вам сейчас приеду, скажите город-адрес, и мы разберём с вами эту ситуацию. Миллион разных вариантов бывает. Некоторые говорят, что вот я заплатил, мне это бывает за клуб, один раз было там за марокон. На ретритах, слава богу, не было такого, потому что ретриты прорабатываются индивидуально, то есть ты с человеком находишься. Когда ты с человеком находишься, этому человеку сложнее сбежать из твоего поля. Ты его начинаешь прорабатывать, он чувствует, что он попал уже в проработку себя, и как бы уже и хочется, и колется, и он понимает, что обратного пути нет, и он тогда начинает говорить, ну... Есть, буду прорабатываться. У нас как раз на последнем ретрите была такая ситуация, она была достаточно такая глобальная, достаточно такая силённая. Если ребята есть с последнего марокона, то они знают. То есть была такая ситуация, когда один из ведущих и несколько участников дошли до такого, что готовы были просто чуть ли не до рукоприкладства. То есть готовы были послать настолько, и вот эта вот ситуация, когда она взорвалась, когда она случилась, это был кайф. Это был кайф в результате, потом ребята узнали это для себя, то есть я это отслеживала, я это видела. Это был именно тот момент, когда всё, что накопилось у тебя годами, вся твоя хорошесть, невозмутимость, правильность, умность или ещё что-то там, она взорвалась бы в один момент. И когда её проработали, ребята поняли, насколько они были закупорены внутри себя. Ну, ребята, я, конечно, могу как назвать ребят, но это были взрослые люди, практически все были взрослее меня. И с огромным опытом, и с огромной нежностью внутри. И тем не менее это случилось. И когда это случается, это великий дар, что это случилось. И самое главное, чтобы был с вами рядом тот человек, который сможет это вам показать. Ничего не делай, не надо там что-то придумывать, какое-то там, какие-то упражнения, дыхание, мотание ногами, ушами, волосами. Просто грамотно повернуть эту ситуацию внутрь вас. И тогда вы, встречаясь с собой, вы начинаете чувствовать весь мир изнутри, который есть внутри, насколько он соответствует тому миру, который есть снаружи. И вот это действительно то ощущение свободы, первой свободы, которую вы чувствуете, когда вы освобождаетесь от атаков самого себя. И это очень важно. Верно, Светлана, выдаю одну и ту же инфу, но с разными людьми она идет по-разному совершенно. Верно. Так, ребят, давайте откроем все-таки тему, которая у нас сегодня была заявлена. Это кожаные деньги. И это настолько верное словосочетание, потому что оно по-другому, я бы даже его точнее не назвала. То есть мы изначально с ребятами говорили, Миша предложил тему финансы, но она настолько скользкая, настолько некоторым людям нужно вот прям детально разобрать, что имелось в виду под каждым словом, что я чаще всего не берусь это интерпретировать. Но я ее всегда рассказываю либо на онлайн-марафонах, либо на личных витритах. Я всегда этой темы касаюсь, потому что там ты можешь истинно ответить на каждый вопрос, на каждый запрос каждого, чтобы он понял, что это такое. Но в эфирах не всегда это возможно, поэтому я ее вот как-то удаляю. И ребята еще запросили тему кожи. И Тёма предложил, давайте сделаем кожаные деньги. Но он это, видимо, не осознал, потому что все вещи, которые мы делаем, они делаются тем внутренним чувством, тем внутренним ощущением, тому внутреннему запросу, который в нас уже есть. Осознаем мы это или не осознаем? И вот это вот настолько оно сработало прямо в цель «Кожаные деньги». Что сразу же, конечно же, мне эта тема очень понравилась, как ее назвать и почему «Кожаные деньги». Потому что вся наша кожа – это тот барьер, который связывает наш внутренний мир с внешним миром. И наш внутренний мир – это большая духовность, душевность. Духовность и душевность немножечко разные, но тем не менее. Весь внешний мир – это как раз про про наше материальное, то есть про материю, которая нас окружает. Материя – это не только деньги. Материя – это дом, одежда, питание, другие люди – это тоже материя. И когда у нас идет несоответствие нашего внутреннего мира с нашим внешним миром по каким-либо причинам, то у нас это все выражается в первую очередь на кожу. И вот сегодня тоже писали, «Почему у меня перхоть случилась? Почему у меня то?» Что такое перхоть? Это отслоение твоего внешнего мира на реакцию внутреннего мира. Когда ты понимаешь, что твой внутренний мир не соответствует внешнему, и твой внутренний мир, когда выходит наружу, он как будто бы уже себя отжил, ему нужно обновляться. Ему нужно обновляться, но так как он не может обновиться, потому что не соответствует внешнего мира на твой внутренний, и он начинает как бы отмирать, давая тебе понять, что как бы нам нужно обновляться. Но обновиться ты не можешь, потому что чтобы обновиться, тебе нужно принять внешний мир, и мы это очень часто и очень болезненно делаем. как бы это ни звучало сейчас, не знаю, нелепо. Банально. Или еще как-то так оно и есть, потому что многие, не все, я далеко не все, я этому рада, но многие там начинают писать не только мне, но абсолютно любому другому человеку, который там что-либо практикует из чего-либо духовного. Я начинаю. Как вы можете брать за это деньги? Как вы можете сделать вот это? Как вы можете сделать вот то? Но это говорит о том, что это же призыв, и это крик души не потому, что как вы можете, а это крик души. Как я могу? У меня ничего нет. Или как я могу? Вот у меня все есть, я готов от этого отказаться, а вы идете к тому, от чего я готов отказаться. Но на каждом этапе это непринятие, материального, материи, которая находится во внешнем мире. Потому что чем отличаются деньги, материя денег от материи человека? Если вы не можете принять материю денег, как вы можете принять другого человека? Именно поэтому мы, когда видим какого-либо другого человека, мы начинаем его разбивать по секторам. Вот это я приму, а это не приму. Вот это можно, это нельзя. Вот это приемлемо, это недопустимо. И мы начинаем каждого делить по секторам, и идет непринятие человека. То есть ты же не можешь сказать там, о, ты ко мне пришел, друг дорогой, заходи, заходи только правую ногу, или руку оставь, пожалуйста, они для меня, никаких для меня не существует. Я не вижу в них положительных каких-то чек в своем мире. если ты кто-то не принимаешь в человеке, хочешь что-нибудь. Это говорит о том, что ты не принимаешь этого человека. Ты не принимаешь, что он может быть вот с этим. В твоем мире тебе кажется, что он с этим не должен быть. Ты его начал краить под свой мир. И это происходит точно так же с деньгами. Как только вы не принимаете финансовый аспект, который может точно так же на данном этапе облегчить какое-то ваше существование в этом материальном мире, вы точно так же не можете принять и другого, любого другого. Как только вы не принимаете меня, у вас полный неконнект и с финансовой точки зрения. И это касается не только меня, любого другого. Но просто вы же начинаете там многим спикерам начинать все писать. И чем больше у спикеров каких-то, ну, слушателей, так скажем, да, слушателей, каких-то тех людей, которые с ними идут, либо не идут. Вот мне написала там девушка, вот я с вами уже столько времени, и теперь вот вы сказали вот такую вот фразу, все отписываюсь. Ну, как бы да, твое право отписаться, либо приписаться. Но это же была фраза, это не для меня сделано, это же была фраза, крик самой себе, самому себе, всегда крик самому себе. Как только мы начинаем что-то говорить другому человеку о чем-то, что мы не можем принять что-либо в этом человеке, это всегда крик самому себе. И это клево, что мы начинаем озвучивать это как минимум себе, в первую очередь. Это говорит о том, что мы можем это проработать. И когда мы можем это проработать, это говорит о том, что у нас уже есть силы, ресурсы, знания, возможности проработать это в самом себе. Если мы не готовы это проработать, то мы даже себе озвучить это никогда не сможем. Но как только мы начинаем хаять какого-либо человека, это всегда говорит о том, что в нас появились эти ресурсы, чтобы начать работать над собой, почему мы не хотим принять тот или иной аспект данного человека, почему он нас так бесит, почему он нас так задевает. И именно это касается и финансовой точки зрения. То есть про финансы мы можем сделать хоть сто эфиров, потому что финансы – это настолько глобальная тема, которую мы даже не замечаем. Это то же самое, что сам человек. То есть сам человек состоит, в принципе, из того же всего, из чего состоят те же самые материальные деньги, те же самые машины, квартиры, дома, другой человек, еда. И если мы копнем вот очень-очень глубоко, это все единая материя. Не единая материя – то, что внутри нас. И если то, что внутри нас, не даёт выхода наружу, чтобы принять то, что внутри другого, вот здесь вот уже нужно задуматься. А почему? По какой причине? По какой причине вы ставите себя выше вот того человека, что не можете принять то, что есть в нём? И это как раз, это такое, наверное, сделала такой пробный эфир про финансы, чтобы посмотреть вообще, какие и вообще насколько будут отзывы и насколько будет вот это вот принятие, либо непринятие кого-то. Потому что, ну, вы, наверное, сами читали, вы, наверное, сами смотрите в других чатах, когда начинают говорить там, ой, вот эту тему, неважно какое, вот эту тему за деньги передавать нельзя. А почему вы думаете, что вот какую-то, что касается души, душевную тему, передавать за деньги нельзя? А что касается темы, например, обуви, за деньги передавать можно. Но как можно обувь вообще продавать? Обувь – это же наш шаг, это наша опора, наше движение. И если мы повредим наши ножки, то как мы можем идти вперёд? То как мы можем этими ногами что-то другое начать делать? Как мы можем этими ногами вообще куда-то прийти, куда-то дойти, кому-то помочь, кому-то перейти дорогу, кого-то приласкать и погладить, если у нас будут ноги разбиты все в хлам? Разве можно это делать за деньги? Ведь это тогда кажется очень важным. Но мы считаем, что вот это можно за деньги. А то, что есть внутри человека, то, что он тебе даёт всё самое сокровенное, что он есть, внутри – это я. У меня больше, чем моё внутри, ничего нет. И вот это только нужно отдавать безоплатно. А всё остальное можно почему-то, вот можно за это, за всё как бы говорить и платить. Мы можем даже восхищаться каким-либо депутатом, который пошёл путём… оздоровление своего аватара. И мы говорим, о, какой он молодец. То есть, и когда он начинает, он говорит, вот я пошёл таким путём, он начинает рассказывать свою историю, мы говорим, классно, классно. А то, что он камеру выключил, закрыл, и пошёл потом раздавать свои указы, что у нас и так, и так, и так, это уже не касается. Больше, ребят, мы начинаем вот это вот дробить, вот здесь можно, здесь не можно, тем ниже мы опускаемся. И это всегда так было. Когда мы начинаем воедино это всё, я из-за единства, когда мы начинаем воедино это всё осуществлять. То есть, я передала тебе вот это, ты мне дал за это свою энергию. Ты передал мне вот это, я тебе за это свою энергию. Просто на сегодняшний день энергия у нас выражается в материальном квеваленте. И материя эта на сегодняшний день, это денежный эквивалент. Неважно, он сейчас электронный, либо который можно пощупать. Это тот эквивалент материи, который мы готовы за каждый аспект своей отдачи чего-либо получить взамен. И также с огромным удовольствием передать его. Но как только мы начинаем кого-то идти через осуждение чего-то, что здесь можно, здесь не можно, либо трусы, либо крестик, да, знаете, наверное, такой анекдот, тогда мы ни к чему не приходим. Мы всегда приходим к разладу с самим собой. Мы всегда приходим к непониманию с самим собой. А если у нас идёт непонимание, либо разлад с самим собой, то нас никто другой вытащить не сможет, если мы не разрешим это сделать ему. Потому что нас с самим собой может помирить только либо я сам, либо тот человек, которому мы, безусловно, доверяем на данном этапе своей жизни. Не всю жизнь свою безграничную, а на данном этапе, потому что мы меняемся, он меняется. Это всегда нужно принимать, это всегда нужно понимать. То есть когда мы подходим к зеркалу и говорим, ну ёлки-палки, ну что у меня такое с прической-то? Сегодня непонятно, как вот они висят, лежат, вроде как бы и расчесалось, и только что шапку сняла, и под шапкой вот такая вот пахля. Ну что же это такое? Это один аспект. Кто вытащит меня из этого состояния? Если ко мне подойдёт какой-то другой человек и скажет, да что ты, нормально? А я вижу, что он под шапкой лысый, я думаю, конечно тебе нормально. У тебя в принципе таких не было. А если ко мне подойдёт девушка, которую вижу перед собой, и она подойдёт, там у неё шевелюра, грива такая, что там просто... И она мне скажет, да нормально. Я скажу, конечно тебе нормально. У тебя-то вон какие волосы. У тебя всё нормально. А у меня вот они, пахля такая из-под шапки вылезла. Это говорит о том, что я не готова принять себя, и я не готова послушать того человека, кто для меня на данном этапе жизни не авторитет. Но если я на себя посмотрю и скажу, ну как бы, ну ничего страшного, ну что, блин, ну... Ну в шапки ходишь, ну закручиваешь, затягиваешь в эти косы. После кос что ты хочешь? Чтобы они у тебя были там вот такие вот клёвые волосы? Ну ты нормально, поможешь, голову будут опять скули. И всё. Потом, да конечно, что, что, господи, все, кто ходит с волосами, они знают, что это такое. Ничего страшного. Это я себя успокоил. Другой момент, когда подходит тот человек, которого я на данном этапе своей жизни ценю, уважаю его мнение по отношению ко мне. И я вижу, что он прав. И он говорит, ну что ты переживаешь? А что ты хочешь под шапкой? Ну или ты хочешь как? Чтобы ты вот не красился, у тебя ресницы там были вот с такой вот тушью. Или ты хочешь, чтобы ты там не красился, а у тебя губы блестели, как от... Как он называется-то? Как от геля красивые были. Что ты хочешь? Будь собой, прими себя такой. И я тоже подумаю, ну как бы, ну, наверное, да. И это говорит о том, что готовы мы принять тот внутренний мир, который есть в нас, и раскручивать его, и отпускать. Распускать его или нет. Распускать его, даже принимая то, что в нашем мире сейчас нет. То есть если мне сейчас говорят, например, вот есть вот это, и это вот есть, а в моём мире нет. Я, например, эту информацию слышу в первый раз. Но у меня есть всегда два варианта. Первый вариант, я её не знаю, но я готова принять, что она имеет место быть, и я её либо, если она мне интересна, либо начну проверять, либо, если она мне не интересна, просто могу сказать, ну, как бы, в другом мире, видимо, есть. Может быть, и в моём когда-то появится, я просто её там в чердачок куда-то отложу. А есть другой вариант, когда я понимаю, что в моём мире нет, я такой информации не знаю, для меня она нелепая, и я говорю, быть такого не может. Ну, быть такого не может. И ты мне всегда кажешь. Это то же самое, когда подходишь там, я не знаю, к шашлычке, который человек постоянно эти шашлыки и жарит, и ест, и всё на свете. У него жизнь не проходит там без пятничного какого-то сбора с друзьями, какого-нибудь фейерверка, ещё что-то. И ему говоришь, можно кайфовать, жить вообще, не кушать и не пить. Он скажет, девочка, иди отсюда, иди, иди, не мешай, не надо. Он даже не примет эту информацию, он скажет, сумасшедшая какая-то. Кайфовать? Мало того, что не есть вообще в какой-то вкусной еды, ещё и кайфовать. Ну, как бы, ну, привид шизофрении. То есть у каждого своё восприятие текущего мира, другого даже, не только своего, но мы не можем принять интерпретацию другого иного, другого, чужого мира, пока мы не сможем принять интерпретацию своего мира. Когда, а мы его не можем принять, потому что мы его не знаем. И чтобы раскрыться это, это нужно раскрываться только на чувствовании. Ну, других вариантов я, к сожалению, не знаю, может быть, есть ещё другие, но я только через чувствование могла познакомиться. что-либо. Вот, ребят, если есть вопросы, задавайте, можете задать голосом, если кто-то хочет, можете выйти с камерой. Потому что я не знаю, сколько времени прошло, у меня, если честно, здесь даже минут 40 точно прошло. Вот, чтобы у нас был эфирный час, и, возможно, знаете, как сделаем, возможно, мы распределим, чтобы было нам удобнее искать любую информацию, которая есть у нас. То есть, вот здесь вот в чате, нет, да, здесь в чате, возможно, мы будем только писать свои, свой опыт, чтобы показать другому, чтобы кто-то спросил, кому-то показать, ещё что, чтобы не путаться. Здесь будем писать свой опыт. В школе телеграм, тоже телеграм-канал, только это вот чат, а есть у нас ещё телеграм-канал. Точно такое же название «Школа автономии». Присоединяйтесь, ребят, кто не присоединился. Там мы будем делать эфиры, чтобы под каждым эфиром, чтобы не путаться, где, что и как. Под каждым эфиром мы будем задавать вопросы, либо какие-то свои рассуждения, осуждения и свои какие-то высказывания, чтобы не путать одно с другим. И, конечно же, закрытый клуб, и меня там тоже спрашивали, когда мы пойдем на 90 дней. Сейчас немножечко, после 14-го числа пусть она устаканится немножко, и давайте числа 15-16, мы завтра уже закрепим клуб, и все равно сделаем эфир, и после числа 14-го мы с вами уже определим, когда мы пойдем на 90 дней, потому что 26-го числа у меня начинается онлайн марафон возможностей меня, возможностей нашего тела, раскрытия. Присоединяйтесь, кто готов. Ну и кто готов на какие-то более глубокие вещи, но я сразу же говорю, ребят, не обличайтесь, не все готовы. И это не хорошо и не плохо, просто это факт, чтобы не травмирует вашу психику, потому что бывает такое не очень приятное состояние, когда ты понимаешь, что вот есть вот это волшебство, а ты даже не можешь принять, что оно вообще есть. Я вам расскажу именно про волшебство, и покажу, как оно делается, и расскажу, как к нему прийти. Это уже будет на личном ретрите, который состоится в Сочи. Кто может приехать, ребят, приезжайте, потому что я так полагаю, что, видимо, сейчас как немножечко утихнет ситуация, все-таки я полагаю, что наша финансовая составляющая, она будет крепчать с каждым разом в связи с той ситуацией, которая у нас есть. Но это я не буду лезть в экономику, это такое мое сугубо поверхностное мнение, просто если хотите, прислушайтесь, если не хотите, возьмите себе информацию оттуда, откуда берете свою информацию. Вот, поэтому сейчас наше время развиваться и познавать себя, насколько мы волшебны. кто готов на какое, на как бы позитив самого себя, это уже зависит только от вас. Я так рада, что могла общаться с вами. Я из Узбекистана. Я уже больше года смотрю вас, всех автономных, Гуары, Анастасию всех. Вы очень меня это вдохновляете. Я стараюсь идти за вами. И я очень рада. И у меня тоже есть двиги. И вот насчет вашего этого я хотела спросить. Если мы будем не реагировать, ну, как бы принимать этого человека, как он будет, как он не был, мы не станем бесчувственными какими-то. Нет, это же идет на чувствование. Ну, я представляю, как все принимать, принимать, как он есть. И вот у меня, я же живу с мужем, и у него тоже есть такие моменты, иногда я не могу принять. Ну, я стараюсь это все принимать в себе, но внутри у меня какие-то чувства есть все равно. Вот, значит, мне должна, я должна быть какая-то бесчувственная, чтобы вот это все не принимать, вот это не понимаю до конца. Ну, да, это, наверное, заблуждение многих, что, когда мы говорим, что мы в принятии, это говорит о том, что пропадает чувствительность, и ты, как бесчувственный человек, как бы, ну, а давайте надуем шарик, а зачем он нужен? Ну, давайте надуем, ну, давайте надуем, надули шарик, а давайте отпустим шарик, а зачем его отпускать, а зачем он нужен? Нет, ребята, это не про это. Принимать другого, это настолько быть целостным в самом себе, и видеть целостность в другом, который рядом с тобой находится, что ты позволяешь не только, это говорит не только о том, что ты в свой мир можешь позволить войти тому или иному человеку, это говорит о том, что ты позволяешь любому другому человеку иметь свой мир без осуждения, без оценочно, без какого-либо восприятия с плюсом или минусом, просто потому, что он есть и у него есть свой мир. Это не говорит о том, что ты стал бесчувственным, почему вы все время равняете себя на кого-то другого, кого-то другого на себя. Это говорит, что вы целостны, вам не нужно равнять, вы просто радуетесь, что у другого есть свой мир. Я тоже живу с семьей. У них есть свой мир, свое восприятие, свое питание, свои какие-то эмоции и свои видения, которые очень часто не совпадают с моими. Но это их мир, и я безоценочно их принимаю, как бы есть и есть, и это круто, что они есть. И тогда только нам, во-первых, есть о чем поговорить. Не поскандалить, не начать там перетягивать одеяло на себя, а именно сказать, а почему ты так видишь? Вот я вижу вот так. И приносишь свои аргументы. И когда человек из другого мира приносит тебе свои аргументы, ты говоришь, о, нифига, я с этой позиции не смотрела, а я с этой позиции что-то там не рассматривала. И тебе становится либо интересно, либо ты понимаешь, как бы, но это его позиция, она для меня не актуальна на сегодняшний день по каким-либо причинам. И ты тоже это принимаешь. И это клёво. И это говорит, что ты, вот твоя целостность, она не требует добавления, она не требует, чтобы тебя кто-то поддержал, либо кто-то не поддержал. Тебе это уже не надо. Ты настолько крепко стоишь на ногах, что тебе поддержка кого-то, она не нужна. Она приятная, это другое. Это как ствол дерева. Вот он уже вот стоит, вот дерево, вот такое вот. Оно не требует, чтобы к нему подходили и все его держали. Оно уже держится без тебя уже много времени. Ты ему не нужен для поддержки. Но если кто-то будет подходить и просто там волоскать, и говорит, Господи, какой ты красивый, какой ты могущий, какая ты сила. Оно будет вибрировать по-другому. Ему будет приятно. И это другое. И ты тот же самый ствол. Тебе не нужно, чтобы тебя держали на каком-то этапе. Ты все, ты могущественнее становишься. Но тебе приятно, когда тебе начинают говорить какие-то приятные вещи. Тебя это гладит. И тебе хорошо от этого. И это не о бесчувственности. Это именно о чувственности. Только на другом вибрационном плане, на другой плотности. Она более яркая, она более ощутимая. Она настолько открытая и раскрытая, что тебя начинает переполнять, и ты тут же начинаешь ей делиться. И когда ты начинаешь ей делиться, ты как будто бы видишь, как из тебя выходит свет, и все вокруг начинает этот светом озарять. И ты видишь, как начинает просто все светиться другими цветами. И тебе становится от этого весело и радостно. Точно так же, как и другим, кто попал в это поле. Вот тебе пишет Наташа. Узбекистан, ура, мы рядом. Я из Казахстана. Очень много единомышленников, и это здорово. Можно говорить? Ты моя хорошая, тебе когда было не можно-то, ты мне скажи. Спасибо. Светочка, большое-большое тебе спасибо. Ты такая умница. Я когда-то тебе сказала, говорю, ты человек моей чистоты, как было сказано ранее. Но вопросы, которые меня очень волнуют на сегодняшний день. Ты сказала, и я с тобой полностью согласна. С одной стороны, я писала, что у меня проблема на шестом дне, у меня такая сухость кожи, и действительно, с одной стороны, я согласна, что это грибки, потому что у меня такой был именно накануне чистых дней, и что меня, наверное, ещё больше повергло в это, чтобы пойти на сухие дни. Это то, что я ела конфет много, и мне вообще сладкого хотелось, причём определённого какого-то сладкого. А сегодня я услышала от тебя, что у меня идёт непонимание самой собой. Но это истинная правда. И если можно, я в личку тебе напишу, чтобы мне вот это разобрать. Потому что имея... Спасибо тебе, дорогая. Я вообще настолько благодарна тебе, ты такая умочка. Прямо спасибо. О, давай, рассказывай. На моей страничке основной в Инстаграме. Если не получится, то будем переходить сюда. Там уже будем смотреть по ситуации, потому что там ситуация такая непонятная и с Инстаграмом, и с Ютубом. Поэтому, ну, как оно пойдёт? Я, в принципе, даже не переживаю, потому что мы найдёмся с вами в любых мессенджерах. Можно мне ещё вопросы? Я в чате написала, но мне ответ не дали. И мне интересна эта тема. Короче, я трёхдневный и шестидневный с водой дни, естественно, сделала. Смысла нет. Пока вы не узнаете, я не знаю там, пока вы не наложите салат в тарелку, спрашивать о том, сколько в нём калорий, похудею, потолстею, или я от него через 4 месяца, если буду, я только его есть. Это бессмысленно. Вот, поэтому, когда мы говорим «я хочу в автономию», ребят, автономия, вы не наложите салат в тарелку, это не совсем про еду и про жидкость. В автономии – это про автономное сознание, сознание самого себя. И когда мы говорим, что я был на голоде 4 дня, и я хочу идти в автономию, это говорит о том, что вы хотите дальше исследовать своё тело и заходить на 10, на 12, на 20 дней, на 40 и так далее, познавая себя. И после того, как вы начнёте познавать себя, после этого вы начнёте отвечать себе на вопрос «готовы ли вы в автономию?». Когда мы говорим, когда вот я сейчас слушаю спикеров, которые были на голоде по 40 дней и говорят «я вам сейчас расскажу, что такое автономия», ну, клёво, может быть, есть такая информация. Ещё больше меня умиляет, когда женщины задают вопрос мужчине, который был там сколько-то дней на голоде, они говорят «я хочу пойти в автономию, я кормящая мать, как вы думаете, пропадёт ли у меня молоко?». Ребят, мне становится иногда прямо так боязно, в каком мире мы живём, каких мы детишек рядом с собой поднимаем. Как бы, ну, это же нелогично, задать женщине, пропадёт ли у неё молоко на автономию, человеку, мужчине, у которого никогда не было молока, по крайней мере, из той части, из которой идёт у женщины. И когда он никогда не был на автономии, он был на сухих днях максимум какое-то количество времени. И когда вы задаёте вопрос, он вам отвечает, и вы говорите «я так и подумала». Ну, вот у меня тогда вопросов нет. Поэтому, когда мы говорим после пяти дней сухих, что, что мы готовы идти в автономию, ребят, будьте честными, я всегда говорю, начните быть честными с самим собой. Вы не знаете, что такое автономия, вы не можете пойти туда, куда вы не знаете. Начинайте практиковать всё в ваших руках. Вы можете дойти хоть в автономию, хоть на Марс, хоть на Юпитер, пешком, своими ногами, вообще вам никто не помеха. Но только после того, как вы начнёте исследовать себя, заглядывать внутрь себя, когда вы начнёте обманывать себя, и говорить, что я смогу, я хочу, я хочу пойти в автономию, но не могу быть на пятый сухой день. Подумайте, почему такой стопор? Может быть, потому что вы не знаете, что такое автономия, поэтому вы не хотите? Потому что когда мы знаем, что если мы описываемся в трусы, нам будет некомфортно, нам будет холодно, нам будет мокро, нам будет неуютно, то что мы тогда, мы в следующий раз скажем, когда мы это осознаём, мы тогда в следующий раз бежим до туалета, чтобы всё слить там, чтобы одеть снова сухие штаны, чтобы нам было сухо, комфортно и не мокро. Это называется осознание. Тогда мы уже не будем писать штаны. Но когда мы начинаем вновь и вновь кушать, это говорит о том, что у нас ещё не пришло осознание того, что мы делаем. И не надо нам заставлять самого себя после пяти сухих дней идти в автономию на несколько месяцев, чтобы потом самого же себя и начинать гнобить, что как это вот они, она, он смог, а я весь такой замечательный не смог. Да, скорее всего, большинство из вас более замечательный, чем я. И я этого не отрицаю. Я не стебусь сейчас нисколько. Это действительно факт. По многим показателям вы намного круче, чем я. Но вы не можете прийти в автономию по определённым причинам. А я в неё пришла тоже по определённым причинам, которые касаются только меня. И я вам могу рассказать только свой опыт и сказать, вот в этих ситуациях лучше сделать вот так вот, по моему опыту. Но это не факт, что это будет лучше для вас. Но ещё лучше, когда вы начнёте себе самому говорить, что это клёво. Вот вы говорите, что вы не можете принять мужа с определёнными его моральными, материальными устоями. Но вы говорите, что вы готовы пойти в автономию. А автономия – это про честность. А вы сейчас уже не честны с самой собой, потому что вы по-честному не можете допустить, что кроме вашего мира есть ещё другой мир, который не касается вашего мира, но вы уже изначально не можете принять. Он уже не подходит по каким-то критериям к вашему. А хотите пойти в автономию. То есть вы хотите закрыться в своём мире, но вы сейчас не закрываетесь, вы сейчас осуждаете другой. Вы сейчас не нацелены на свой мир, вы нацелены на миры других. Показать, какие они плохие, на фоне вашего, чтобы ваш мир немножечко так чик-чик-чик на ступенечку немножечко поднять на основании тех нехороших миров, которые живут не по тем принципам, по которым мне бы хотелось. И только после того, как мы начнём принимать другие миры, принимая себя в себе, в своём мире, только после этого мы по-честному начнём задавать себе вопросы и ощущать те ощущения, которые мы готовы принять только в состоянии не еды. И только тогда мы по-честному можем туда идти, потому что мы готовы их прочувствовать. Прочувствовать, не отвлекаясь на другие аспекты, которые для нас уже не актуальны с позиции «хорошо» или «плохо». Да, вы правы. Я стараюсь вот это всё понимать, почувствовать и его, и себя, и других. Я пытаюсь принимать всех такими, какими они есть. Ну да, иногда моменты бывают, когда что-то не принимаете, да. Ну я всё это понимаю на основе, всё это понимаю. Я иду к нему пока что. Да, оказывается, у меня много сейчас проработок есть. Спасибо. Да, и, ребят, и знаете, вот, видимо, я ещё не привыкла к этому мессенджеру. Я не включила на запись. И сейчас вот то, что у нас есть, идёт запись, я надеюсь, что она будет нормально, идёт на Ютубе. Попробуем с Ютуба перелить эту запись сразу же в тот, в Телеграм-канал «Школа автономии», потому что я забыла включить на запись. Даже не подумала, что это нужно сделать. Это первый момент. И второй момент. Евгений Родионов, «Я бы тебе рекомендовала поменять свой статус в пути медленно и печально». Медленно — это понятие относительно того, насколько у тебя, насколько ты размотал по быстроте свой мир, а печально — если ты будешь идти печально, то зачем тебе идти в автономию, если у тебя вообще тебя накрывает печаль. Если ты в радости, в пути и в радости, то тогда ты уже… Ну, это моё такое сугубо личное суждение. Если нет, то нет. Но это всегда… Вот эти статусы, которые есть в вас, они всегда вас интерпретируют таким, который вы хотите сказать про себя. Когда мы говорим про себя, в первую очередь мы говорим всегда самому себе. Потому что если бы… Мы всегда говорим, а что бы меня зацепило в том человеке? И мы начинаем делать резюме, что-то писать про себя именно на том основании, что бы меня зацепило. И когда мы пишем это, почему ты написал себе, что ты идёшь печально? И прям вот так печально! И прям такое, что молодец, слышите меня! Я прям с восклицательными знаками. Если печально отсловят печенье, то тогда, наверное, это более вкусно получится. И это да. Вот. Ребятки, если нет вопросов, то я сегодня буду завершать. И очень надеюсь, что у нас с вами сохранится он хотя бы на Ютубе. Буду в следующий раз более внимательна. Да. Ютуб правда, что заблокировали сейчас в России? Или работают ещё? Ну, я не знаю. Написали, что до нуля часов 14-го числа. Вот. Другие пишут, что через VPN будет действовать, если кто-то установил VPN. Поэтому, не знаю, только я думаю, что после нуля часов 14-го числа мы сможем это всё проверить. Но, тем не менее, как бы это же не... У нас с вами не денежный контент. То есть у нас с вами информационный... У меня информационный контент, который я приношу, привношу информацию. Вот. Да, он касается каких-то финансов. Это касаемо ретритов и марафонов. Это безусловно. Но, тем не менее, там нет рекламы, чтобы я рекламировала. Там нет кого-то ещё, за что я получаю, получала бы деньги. Поэтому для меня это как бы заблокирует и заблокирует. это не то, на чём стоит обращать внимание. А люди, которые делают, которые живут на рекламу чего-либо, для них это, конечно, видимо, печально будет. Вот. Поэтому, да, не знаю, посмотрим после 14-го числа, что будет. Если что, есть программка, которая скачивает с Ютуба видео. Я могу, ну, как бы скинуть, кому интересно. Просто кидаешь ей ссылку, она скачивает это видео. Ну и потом с этим видео можно всё, что угодно делать. Либо загружать на Телеграм, что-то так, ну, либо куда-то ещё, там, в Инстаграм. Да. И тогда, если что, если будет интересно. Если кому-то интересно, тоже Артуру в личку напишите, он вам тоже там скажет, что нужно. Вот тоже Татьяна написала свой статус зимой в Сухуме. Так. Это настолько женственная женщина, которой нужно просто поменять вот эту, просто написать женственная женщина, и всё, и больше я ничего. Зимой в Сухуме, какая разница, где зимой, это, это блудна. Вот. Поэтому, Танюш, тоже, вот вы тоже замечаете, как вы сами себя позиционируете для других. Какая разница, где вы зимой, какая разница, какое, ну, там, я не знаю, конечно, если кто-то напишет, любит только кружевое видео, конечно же, это уже другой аспект, но, тем не менее, научайтесь для самого себя показывать себя с той стороны, с какой стороны вы боитесь показать, потому что вот Таня, это, это такая глубокая женственность, которая её так сильно закупорила в мужскую начинку, что сама от этого страдает, потому что её просто распирает от этой женственности. И когда мы начинаем признаваться себе в том, что есть в нас, тогда мы только начинаем открываться. И это очень важно. Очень важно каждый момент, каждый аспект того, что у нас есть. признавайтесь себе в том, в чём, признавайтесь себе, кто вы есть, насколько вы прекрасны, великолепны и уникальны. Кроме вас таких больше нет никого и нигде. И перестаньте прикрываться, когда вы, вот возьмём Таню, когда она не понимает, как ей выплеснуть вот эту женственность, нереализованную, а её просто у неё море, океан. И чтобы не заморачиваться, а как её выплеснуть, а как вообще я узнаю, что вот это во мне есть, это женственность. А если эта женственность не понравится какому-то мужчине, и зачем мне это нужно? Я лучше закроюсь в бизнес-леди, в такую могущественного мужчину в юбке. Это не то, это не про то. Надо открываться. Как только вы начинаете открываться перед самим собой, все вокруг начинают просто утопать вашей энергией любви. И это абсолютно другое ощущение и восприятие самого себя. Оно волшебное. Танюш, ты поняла, да, про кого я говорю? Поняла, да. Таня, у нас сегодня уже на такие длительные сухие заходят уже больше 5 дней. И абсолютно спокойно, потому что мировосприятие поменялось. И Пётр, не знаем, как у нас Пётр, потому что он тоже уже, видимо, собирается переехать куда-то поближе к Краснодарскому краю. Я так надеюсь очень. Тоже у него были такие достаточно длительные сухие дни. И Люба у нас здесь со своей невероятной энергией, которая тоже пока еще боится открыться перед самой собой. А вдруг не получится? А вдруг назрежу кому-то? А вдруг кто-то не прочувствует? Любами, всё у тебя получится и всё. Каждый прочувствует абсолютно то, что прочувствуешь ты. Позволишь себе, позволишь другим прочувствовать твою энергию. Ребятки, всё. Я завершаю эфир. Наверное, здесь не получится сохранить, но я очень надеюсь, что у нас он всё-таки будет сохранён на Ютубе. И с Ютуба тогда Артур, напиши мне в личку, как это можно сделать быстро. Вот, возможно, нет этой программки, кто мне помогает эти эфиры перекидывать. И тогда перекинем это в тот канал. Я сейчас скину ссылку на канал прям сразу же, и вы добавляетесь, ребят, чтобы там, чтобы не путаться, где мы можем общаться, а где эфиры смотреть, чтобы это было более комфортно для нас, чтобы мы не листали там, спросили какой-то вопрос и начинаем листать, ответил ли нам кто-то, потому что не все отвечают, копируя сообщения, да, и мы начинаем листать, ответил нам кто-то, а там ещё 20 сообщений по эфиру, своих высказываний, ещё что-то, и ты свой вопрос пропустила, чтобы у нас этого разнобоя не было, чтобы было максимально нам комфортно везде, то там будем вести эфир и здесь будем общаться. Всё, всех люблю, всех обнимаю, всем огромное спасибо и завершаю. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok